Приветствую вас, я боюсь, что мой ответ вам не понравится. Сразу предупреждаю, что я не знаю того, что вы делали, я не знаю того, как вы делали, как конкретно вы прорабатывали себя, что вы прорабатывали, но я одно могу сказать, что у скандалов с вашей стороны и у скандалов с его стороны были причины, были причины, и есть такая психологическая игра, она называется «Скандал», можете почитать про неё в интернете, лучше поймёте, что это означает. Я пока просто скажу, что скандал возникает тогда, когда люди боятся близости, боятся какой-то искренности, боятся чем-то признаться друг другу. Вот, значит, поэтому у скандалов, как с его, так и с вашей стороны есть причины, есть причины, причины, есть свои причины. Это первое. Второе, то, что хочется сказать, это то, что, опять же, я не знаю, что вы делали, я не знаю, что вы прорабатывали в себе, но судя по тому, как вы себя ведёте, вы ничего не проработали. Потому что скандалы, крики, ссоры, это свидетельство определённых проблем. То есть вы так отчаянно сейчас пытаетесь его вернуть, свидетельство тех же проблем. И потому что если бы вы свои проблемы решили, вы бы не пытались его вернуть, вы бы приняли его, вы бы просто общались с ним, вы бы просто, ну, просто сказали что-то типа, окей, ты не хочешь быть со мной, я тебя поняла, давай просто будем общаться, мы не чужие люди. И вот через такое общение вы бы продемонстрировали ему, что изменились. То есть он узнал бы вас, он раскрылся бы вам, вы бы раскрылись ему, не в отношениях просто. И всё было бы хорошо. То есть если у него чувства остались, он бы вернулся к вам. Если у него чувства нет, если они и ушли, ну, значит, всё, значит, вы, как бы, ну, были бы не вместе. Так бывает. Так бывает. Ну, вы смогли бы пойти дальше, и он бы, что важно, тоже смог бы пойти дальше. Дальше. Вместо этого вы продолжаете активно его пытаться вернуть. Зачем, если человек не хочет? Для чего вы унижаетесь, тем самым обесценивая себя, обесценивая, ну, вот, как бы, свою ценность, то, что вы делаете. Понимаете? Вот это вопрос. И это вопрос, на самом деле, ваших проблем. То есть это вопрос всё тех же ваших проблем, которые у вас, ну, вот, были, были изначально. Понимаете? Такая штука. То есть, вот этот момент, вот этот момент, да, его, мне кажется, нужно обязательно поисследовать. Потому что... По-другому не получится. Здесь. То есть, вы не решили свои проблемы. Вы просто раньше решали их через скандалы, через крики, через ссоры, через мат. Теперь вы хотите построить отношения. Но построение отношений для вас по-прежнему очень важно. Построение отношений для вас по-прежнему очень и очень важно. Что, собственно, и является причиной. Проблема основная. По помощи, если, вот, вы говорите, что вы расстались с моим любимым человеком, мы расстались с моим любимым человеком уже месяц. Как? Причём по моей вине? Нет. Не по вашей вине. Оба человека ответственны. Ответственны за то, что, собственно, происходит. Вы ответственны ровно на половину. Не больше, не меньше. Не на 50... Не на 100%. На 50%. Понимаете? И вот эта вот склонность себя обвинять, это первый звоночек. Почему вы себя обвиняете? Потому что эти отношения для вас слишком важны. Совершенно очевидно, что они важны для вас больше, чем могут быть важны отношения. Совершенно очевидно, что в них вы теряете себя. Что тоже, кстати, неприемлемо вам. Далее. В отношениях было много скандалов, криков. Да, из-за чего? Это проблемы. И это, в частности, ваши проблемы. И эти проблемы тренингом вряд ли решатся. Это решается психотерапия, не тренингами. Финалом стали мои ужасные слова. Я на ровном месте послал человека матом, обозвал их ужасными словами и так далее. Почему? Опять же, почему вы это сделали? Вы пишите во мне что-то щелкнуло. Что щелкнуло? Давайте с этим разберемся, что произошло. Почему-то же вы это сделали. Понимаете? То есть, вместо того, чтобы вернуть человека, вместо того, чтобы возвращать человека, разберите себе, от чего хотите вы, свои чувства. Эти чувства не могут быть связаны с тем, что вы хотите его вернуть. Это ваши чувства. Они не могут быть направлены на одного человека. Тем более, если вы его любите. Потому что, если вы его любите, вы его принимаете. Если вы его принимаете, вы принимаете то, что он делает. Как бы, ну вот, в частности, вы можете принять его на желание больше с вами быть. Но вы не принимаете. То есть, это тоже нужно исследовать. Далее. Так, я пытался поменять его. Зачем? Зачем? Если вы пытались поменять его, опять же, у этого есть причина. Да? Это контроль, это идеализация, это проекция. В данном случае, это проектирование, то есть, принос на человека того, что вы хотите видеть себя. Так что, тут тоже нужно исследовать, что вы хотите. Отделять то, что вы хотите от человека и реализовывать самостоятельно. Так. Решила серьезно поработать над собой, чтобы его вернуть. Вот опять же, да? Здесь принципиальная деструктивная обстановка цели. Поработать над собой можно для себя, а не для того, чтобы его вернуть не длинно. Потому что вы можете его вернуть, а можете не вернуть. И что будет, если вы не вернете? Вот что будет сейчас, если вы его не вернете? Получается, что вы делали это зря? Получается, что ваши примеры вам не нужны? Или как? Дальше. Так. Делать отношения действительно хорошими и счастливыми. Не может один человек отношения делать хорошими и счастливыми. Это могут сделать оба партнера. Но не один. Дальше. Пошла на тренинг, на тренинг специальный. Какой тренинг, если вам нужна психотерапия? Прочитала книги по психологии. Ну опять же, книги по психологии вам не помогут. Это нужна именно работа с психологом, со специалистом. Так. Проработала все ситуации, как пропустила через себя. Что это значит? Сразу после разрыва пытался извиниться, но был непреклонен. Так. Ну далее вы описываете, по сути это дело, унижение. И описываете, что человек начал пить, курить и так далее. Вот. Понимаете, вот вы пишете, да, выпросить шанс. Выпросить. То есть унизиться. То есть он наслаждается, по сути, сейчас своей властью над вами. Все. Это уже неравноправные отношения. Понимаете, какая штука? В этих условиях вам адекватных отношений к ним не выстроить. Почему? Потому что даже если вы садитесь, он постоянно будет говорить, что вы не изменились. Он будет манипулировать этим. Понимаете? А вы будете постоянно в позиции виноваты. И куда это приведет? Вы только потом вдумайтесь, вдумайтесь. Поэтому здесь очень важно поработать над собой. Очень важно определиться с чувствами к человеку. И очень важно определиться с тем, для чего вам отношения. И если вы любите человека, то принять его. И вот приняв его, с ним взаимодействовать на одном уровне, на котором он может это делать. Не на котором вы хотите, а на котором он может это делать. Это важно. Это очень, очень важно. И из этого может быть что-то получится. А может быть и ничего не получится. Но вам нужны свои собственные цели. Вам нужны свои собственные желания. Понимаете? Крики, скандалы отчастны были потому, что вы через чур сильно. Чересчур, вот через чур важным сделали для себя человек. Чересчур важным вы для себя этого человека представили. Понимаете? Такая штука. Поэтому, поэтому тут вот такая история. Как бы. Я думаю, что вот такой момент можно вам сказать. То есть, чтобы показать, что ваши отношения могут быть хорошими, нужно показать, что у вас самой есть гармония. Пытаясь же его вернуть, вы показываете, что у вас самой гармонии нет, вы в нем нуждаетесь. А значит, если вы в нем нуждаетесь, молодой человек, значит вы будете за счет его что-то реализовывать. Этого участника никакой гармонии быть не может. Только если молодой человек увидит, что вы можете с ним общаться, не пытаясь его вернуть, а как бы идя с ним параллельно, принимая то, что он курит, и то, что он пьет, и его компания, и так далее, и так далее, и так далее. Только в этом случае будет шанс на что-то. А может и не будет. То есть, фактически, чтобы показать, что ваши отношения могут быть хорошими, вам нужно признать и исходить из того, что ваши отношения могут быть закончены окончательно. Пока вы этого не признаете, ничего не получится. Для того, чтобы признать, вам нужна работа со специалистом. Почему? Я сказал. Потому что у криков и у скандалов с вашей стороны есть причина. У такого сильного желания вернуть молодого человека также есть причина. С этим нужно работать. Поэтому, это то, что я могу вам сказать и ответить. Вот. То есть, гадать здесь не нужно, почему это произошло, да, то есть, может быть, вы боитесь остаться одна, может быть, вы боитесь потерять отношения, может быть, отношения вам для чего-то нужны, может быть, вы ходите в семью, может быть, вы, ну, не может быть, а скорее всего, вы на молодого человека проецируете какие-то свои проблемы, но здесь гадать не нужно, здесь нужно исследовать. То есть, вам просто нужна терапия. Отвращайтесь с Лина, к любому из психологов, который вам придется подольше. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вы решили серьезно, значит, заняться собой, то вам нужны не тренинги, вам нужна психотерапия. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...